Добрый день, уважаемые коллеги. Я вижу, меня уже потеряли, потеряли ведущего. Все в порядке, я на месте. А мы сегодня начинаем вебинар. Второй уже вебинар. Серия в наших вебинарах от компании InfoFlood. Скажите, пожалуйста, коллеги, всем ли меня видно, все ли меня слышат? В общем, дайте обратную связь. Спасибо. Спасибо вам большое. Мы с вами вот начинаем наш вебинар. Еще раз приветствую всех участников нашего вебинара, всех слушателей. Представлюсь, меня зовут Надежда Гусева. Я ведущий специалист по работе с агентствами в компании InfoFlood. Принимаю эстафету от своей коллеги Анастасии Степановой, которая вчера нам подробно рассказала и подвела итоги по черноморским круизам 2017 года. Рассказала нам, что ждет черноморские круизы, чего ожидать от черноморских круизов в 2018 году. А я сегодня познакомлю вас, кто-то уже знает, мы с вами освежим в памяти информацию о круизах по рекам России. Если так, у нас ровно 12 дней, и мы начинаем. Если кто не подключился, в ходе вебинара подключится, и можно будет задать вопросы какие-то. Если пропустили, отвечать на вопросы, мне будет помогать мой коллега Денис Турищев. В общем чате пишите вопросы, и через какое-то время мы ответим на ваши вопросы. И в конце вебинара, если что-то будет не освещено, не отвечено, какие-то вопросы останутся открытыми, я постараюсь пройтись и ответить на ваши вопросы. Вчера Анастасия нам говорила, что черноморские круизы набирают обороты, нарастает популярность, растет этих круизов. И очень многие туристы, новые туристы, которые раньше круизы вообще не рассматривали в качестве своего отдыха, то сейчас они возвращаются и уже бронируют круизы на 2018 год. В том числе они смотрят уже не только, рассматривают не только круизы по морям, по черноморские круизы в том числе, но и круизы по рекам России. И у круизной компании «Инфофлот» есть что предложить вашим туристам. Что же такое круиз? Кто-то узнает, кто-то давным-давно работает, кто-то уже такой матерый продавец круизов, кто-то только начинает, поэтому давайте мы с вами начнем с таких вот момента, что есть такое круиз. То есть круизы по России – это вид экскурсионного туризма. И этот вид отдыха качественно и активно развивается в последние 15 лет. И если в цифрах говорить, что это такое, то можно смело говорить, что это более 100 теплоходов по России. Теплоходы разные, разного уровня комфорта, разные по пассажировместимости. И вот последние цифры говорят об этом, что до 300 туристов в каждом рейсе может присутствовать. Все будет зависеть от теплохода. И круизная навигация в России у нас начинается в мае и заканчивается. Вот здесь у нас написано «Октябрь», но это немного такая... Основная масса, конечно, круизов заканчивается в октябре. Но один из наших теплоходов в 2018 году, уже традиционная круизная компания «Инфофлот», завершает навигацию ноябрьскими праздниками круиз из Москвы в Нижний Новгород. Поэтому вариантов множество предлагайте своим туристам, начиная с конца апреля до ноября, можно отправить туристов в круиз по России. Что же такое круизы по России для туриста, в первую очередь? Потому что это наши клиенты, и у многих вопрос, что же такое круиз для пассажиров, кто выбирает этот вид отдыха. Конечно же, это само путешествие, это процесс плытья, и путешествие комфортабельное в плавучей гостинице. По системе все включено. Мы говорим громко, все включено. Действительно, питание, проживание, экскурсионная программа, программа на борту, практически у всех операторов уже включена стоимость. Комфортабельные каюты, вот такие вот прекрасные виды и питание, каюты, вот видите, и различные на любой вкус. И кошелек можем предложить. Что же такое круизы? Мы разобрали, что такое круизы для туристов, а что же такое круизы для агентов. Несомненно, для туристов это удобство и комфорт, а для агентов, в первую очередь, это выгода. И вот на этом слайде мы постарались отобразить, какая выгода ждет вас, коллеги. Как продавцов данного вида отдыха. У многих начинающих агентов складывается впечатление, что круизный рынок и круизных туристов не так много. Но если посмотреть статистику, то цифра не такая уж и небольшая. Около 380 тысяч человек в год путешествуют на круизных теплоходах. И 70% этих туристов возвратные. Поэтому если вы отправляете туриста круиз, то будьте уверены, он к вам вернется. И самое главное, выгода для агентов даем комиссию от 10%. С 2018 года комиссию на наши фирменные теплоходы, на теплоходы созвездия инфофлота и дочерний проект Солнечный город мы не меняем. Если помните, по практике у нас во время работы сезонных скидок я прошу прощения, во время работы сезонных скидок комиссия уменьшалась. С 2018 года круглый год комиссия будет составлять 10%. Ну и, конечно же, если мы сейчас посмотрим наше предложение, то вы увидите в перечне рейсов на некоторых теплоходах практически на всех, почти уже со вчерашнего дня. Есть такой значочек, повышенная комиссия 20%. Выделю один рейс, рейс на теплоходе Василия Чапаева, первый рейс на Вятку с 30 апреля. На этот рейс мы предоставляем 20%. При бронировании с 6 февраля по 20 февраля в нашем букинге вы увидите, в наших предложениях, вы увидите 26 рейсов, на которые мы также повысили комиссию до 20%. Если в ближайшее время в личном кабинете каждого агента, кто зарегистрирован на нашем сайте, в вкладке повышенная комиссия будет отображаться перечень этих рейсов. Также в партнерской программе Riverlines присутствует такая вкладка повышенная комиссия. Если кто не зарегистрирован, регистрируйтесь. Если еще не зарегистрировались, то посмотрите в программе Riverlines. Таким образом мы с вами переходим к более расширенному вопросу, что такое круизы. Круизы в первую очередь это маршруты, это обширная география, круизы по России, в первую очередь это привычно для рек России, это, конечно, европейская часть. Это Волга, это верхняя Волга с городами Золотого кольца, Ярославль, Кострома, Казань, Жемчужина по Волжье, все круизные центры по течению Волги, Самара, Волгоград, Астрахань, Ростов. Если мы посмотрим на Восток, то очень популярны круизы по Каме до Перми, Малые реки, об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. Конечно же, круизный хит Москва-Санкт-Петербург, Москва, острова Ладожского озера, Онежского озера, круизы по Карелии и Соловецкие острова, круизы до Белого моря. Это все классика круизных маршрутов, и ваши туристы могут выбрать любое направление, вы сможете подобрать для них то, что они захотят. Для тех, кто уже побывал практически везде, или же кто-то хочет что-то новое, кто-то не был в Сибири, мы предлагаем круизы, линейку круизных предложений и шагаем на Восток. Предлагаем реки, круизы по реке Лена, от Иртыш и Енисей. Вот две фотографии, теплоход Михаил Светлов и Демьян Бедный, это круизы по Лене. Теплоход Болея-Чкалов совершает круизы по Енисею, поэтому, если есть такие туристы, которые интересуются такими интересными маршрутами, пожалуйста, смело можете предложить. И теплоход Ремикс, теплоход Ремикс совершает круизы по Аби и Иртышу. На этом теплоходе хочется остановиться поподробнее. Я прошу прощения. Извините, коллеги. Так. На теплоходе Ремикс хочется остановиться поподробнее. И на этом есть своя причина. На следующем слайде мы с вами видим уникальную акцию от компании Инфофлот, акция на круизы по рекам и Иртыш. В течение февраля до 28 февраля 2018 года ваши туристы имеют возможность отправиться в круиз на данном теплоходе со скидкой. При наличии купона на сумму 14 тысяч рублей, то есть если стоимость, к примеру, сто 50 тысяч, ваш турист, имея у себя на руках данный купон, получит данную скидку. На каюту можно использовать два купона. То есть получается, если два человека едут, на каждого по 14 тысяч при наличии купона, скидка составит на всю каюту 28 тысяч. Данная акция не суммируется с остальными акционными предложениями, с другими акциями, поэтому, опять же, если ваши туристы интересуются круизами по данным рекам, можете смело предложить. Возникает вопрос, где же взять данный купон. Зайдете на наш сайт, откроете круизы на этом теплоходе, в ремикс, там над рейсами, над самим рейсом, вы увидите вкладку подробной информации об акции «Сибирская душа» и кнопочка «Скачать купон». Смело и решительно предлагайте своим туристам. Также у вас может возникнуть вопрос, какая же комиссия на данный теплоход, если работает такая скидка, такая акция. Все просто. Комиссия у вас такая же, как и у вас установлена, но обязательно уточняйте при бронировании, и комиссия действует на оставшуюся сумму за вычетом данной акции, за вычетом данной суммы. Переходим мы с вами дальше. Как же круизы по Сибири и не посмотреть круизы по Байкалу? В нашей базе также Байкал представлен, и теплоходы Александр Великий, и теплоход «Империя» в распоряжении ваших туристов. Круизы интереснейшие, мне кажется, для таких любителей уникальных маршрутов. Предлагайте Александр Великий и теплоход «Империя». С прошлого года мы сотрудничаем, предлагаем своим туристам и вашим туристам, в том числе, круизы по Беларуси. Теплоход «Белая Русь». У нас на сайте выделена отдельная вкладка «Круизы по Беларуси», и мы на этом слайде выделили отдельный рейс. Обратите внимание, рейс с 26 мая по 2 июня у нас появился в онлайне, то есть каюты можно выбирать и смело бронировать. На других рейсах каюты под запрос, но данный маршрут, данный рейс уже можно бронировать в онлайне. Также к этому рейсу можете предложить послекруизную программу со 2 по 4 июня. Стоимость разнится в зависимости от гостиницы. Также можете зайти на наш сайт, открыть данный рейс и посмотреть экскурсионную программу, которая предлагается. Там же указана стоимость. После круизная программа «Неизведанная Беларусь» также комиссионная. Уточняйте при бронировании, какая комиссия у вас будет. Если есть вопросы, коллеги, пишите, а я следую дальше. Вчера Настея много говорила о нашей компании, как круизный центр. Я тоже повторюсь, в нашей базе, в нашем круизном центре очень много круизов. Самая большая база круизов по России и по всему миру. Мы являемся операторами и судовладельцами. О наших собственных судах, созвездии, инфофлотах мы, конечно же, поговорим чуть попозже. Мы являемся операторами на реках Европы. И с 2018 года мы также оперируем по круизам в Хорватии. Это мегаяхта «Аполлон». Очень много операторов доверяют продажу своих круизов. Продажи своих круизов именно нам, как опытным продавцам круизов. Поэтому наш флот «Генеральный агент» очень-очень сильно растет. И с каждым годом какие-то новые предложения у нас появляются. И, конечно же, черноморские круизы. Опять же, ссылаюсь на вчерашний вебинар по черноморским круизам. Мы также являемся генеральными агентами. Таким образом, мы с вами переходим к нашему флоту. Созвездие инфофлота. Здесь у нас на данном слайде представлены теплоходы, которые давно знакомы вам и вашим туристам. Четырехпалубный теплоход Дмитрий Фурманов. За счет своей инфраструктуры, за счет своего размера он такой веселый теплоход. Ну, скажем так, да, интересный. Там можно несколько мероприятий одновременно проводить. И, соответственно, ваши туристы имеют выбор. И если какое-то мероприятие можно посетить в конференц-зале, посмотреть, сходить, к примеру, в панорамный салон, послушать музыку, кавер-группу, мастер-классы. Это все доступно на данном теплоходе. Сервис, конечно, у нас на всех теплоходах одинаковый. Не будем выделять, что мастер-классы только на Дмитрии Фурманове. Это есть везде. Но, еще раз повторюсь, инфраструктура большая, поэтому теплоход такой, много пассажиров, такой более веселый. Теплоходы Александр Бенуа, Николай Некрасов, Карл Маркс, Солнечный город, это тоже наши теплоходы. Они трехпалубные. Они более камерные. Загрузка, например, на теплоходах Александр Бенуа и Николай Некрасов небольшая. За счет этого теплоход более семейный. Туристов не так много, поэтому за длительный круиз можно перезнакомиться со всеми туристами, со своими соседями. Что? Так, еще вернусь к теплоходу Дмитрия Фурманова. Фурманов у нас совершает круизы по Верхней Волге, круизы между Санкт-Петербургом и Москвой. И у него есть интереснейший маршрут в мае до Перми. Поэтому, если есть желающие, которые рассматривают круизы в Пермь, смело важно предложить теплоход Дмитрия Фурманова в мае. Переходим к Александру Бенуа. Еще раз говорю, трехпалубный теплоход. Некрасов и Бенуа являются премиум класса теплоходами за счет своего, за счет площади своих кают они выделяются даже, их можно поставить даже выше четырехпалубных теплоходов, так как на четырехпалубных теплоходах каюты не очень большие сами по себе. Также на данных теплоходах все каюты с душевыми кабинами, они комфортабельные полностью, с душевыми кабинами. Единственное, две одноместные каюты в карме средней палубы не оснащены данными душевыми кабинами за счет того, что пространство каюты не очень большое и просто-напросто кабина не встает. Но при бронировании можете такой плюс данных кают, что они недорогие по сравнению с другими одноместными каютами, чуть дешевле. Александр Бенуа у нас также совершает классические маршруты Верхняя Болга. В этом году Бенуа совершит круиз до Астрахани. Конечно же Пермь, Кама, это все на нем тоже доступно. Теплоход Некрасов, также трехпалубный брат-близнец теплохода Александр Бенуа. На нем есть интереснейший маршрут. Многие все перечислять не буду, отмечу только, что на Некрасове у нас круиз из Москвы в Ростов с заходом в Астрахань и возвращаемся в Москву. Так называемый круиз штаны. В сентябре предлагайте также своим туристам. Те, кто хочет за один круиз увидеть весь наш юг, всю нашу Болгу, можно смело предлагать. Теплоход Некрасов и круиз штаны. Теплоход Карл Маркс. Теплоход Карл Маркс также трехпалубный, полностью комфортабельный. Чем он примечателен? Он начинает навигацию в московском регионе, далее переходит на северо-запад. И совершает круизы по островам Ладожского озера, Нежского озера, и также у него четыре круиза на Соловецкие острова из Санкт-Петербурга. Если мы перейдем, остановимся также на круизах до Соловецких островов, сразу хочется отметить теплоход Солнечный город. Солнечный город также ходит на Соловецкие острова, но уже из Москвы. Отмечу, что данные теплоходы в Белое море не выходят, круизы, теплоходы устанавливаются в Беломорске, далее организовываются экскурсии на сами Соловецкие острова. И переходим к нашему двухпалубному теплоходу Василий Чапаев. За счет своей осадки, за счет того, что он небольшой, он может совершать круизы в Малые реки, туда, где не пройдут трех и четырех палубные теплоходы. Коротко, если перечислить эти маршруты, то начинаем мы навигацию с походом на Вятку. Я уже говорила, что первый рейс с 30 апреля из Нижнего в Киров, комиссия повышена 20%, далее мы переходим уже в Москву. В начале навигации он работает на Аку переходит. Интереснейший маршрут круизы по Аке это Есенинские места, конечно же, и Московская кругосветка с жемчужинами Татарстана. Еще одна Московская кругосветка у нас предусмотрена в конце лета с 31 августа и в сентябре основная часть круиза пройдет. Те, кто не успел на Московскую кругосветку весеннюю, летнюю, то можно предложить Московскую кругосветку осенью. Это выход из Северного речного вокзала в Верхняя Волга и заход по Аке в Южный речной вокзал. Также теплоход совершает круизы на Суру, два маршрута, два круиза на Уфу. Один в июле, другой в августе. Это единственный теплоход, который совершает круизы в 18-м году из Москвы в Уфу. Это река Белая. Весегонск также классический маршрут, очень многим туристам нравится. И мы с вами приходим к нашим новинкам 18-го года. Анастасия вчера также сказала, что в нашем теплоходном семействе пополнений, это действительно так. В навигацию 2018-го года выходят два четырехпалубных теплохода под маркой созвездия Инфофлота. Вот на картинке, на слайде вы видите, что у них будут синие борта, это действительно так, поэтому если ваши туристы, если вы увидите на реке теплоходы синими бортами, то сразу можно понять, что это теплоходы созвездия Инфофлота. Подробнее о данных теплоходах мы поговорим чуть позже, а сейчас мы подведем такую информацию, такой по полочкам разложим, что же такое созвездия Инфофлота и какие же стандарты сервиса на наших теплоходах. Я уже говорила, что каюты у нас комфортабельны в зависимости опять же от теплоходов, там есть вариации, но они совсем необходимы для наших туристов. Питание на наших теплоходах трехразовое, ресторанное, в основной своей массе питание у нас включено, трехразовое, завтрак шведский стол, заказная система на обед и ужин из трех вариантов блюд. На завтрак шампанское, приятный такой бонус с утра и на ужин также можно выбрать алкоголь. Там дается списочек при выборе, то есть мы выбираем на ужин не только горячее и салат, но еще можно выбрать белое вино, красное вино и крепкие напитки. Также если вас не устраивает предложенные варианты, можно заказать из бара любую барную продукцию. Завтрак я уже говорила по системе шведский стол, но мы можем предложить вашим туристам завтрак в каюту, это бесплатно. Услуги бара, алкогольные прохладительные напитки уже можно вне приема пищи, конечно же, приобрести в баре. Чай, кофе для ранних пташек, это такая фишка нашего сервиса. В круизах от 4 дней за некоторое время до основного завтрака можно пройти в бар, налить вам нальют чай, кофе и, конечно же, это такое дополнение раннего подъема, чтобы день начинался бодро и прошел, конечно же, в таком же духе. Развлечений на борту очень много у многих туристов, кто только в первый раз складывается впечатление, что многие говорят, ой, там делать нечего, что же я буду делать целыми днями. Это совершенно не так. Извлечение масса, начиная от зарядки ранней, заканчивая вечерними мероприятиями. Я уже упоминала про мастер-классы, это маленькая часть того, что предлагается на борту. Разнообразие экскурсионных программ. Экскурсии у нас, я уже говорила, включены. Основные экскурсии это автобусные, пешеходные в зависимости от города, от стоянки. Альтернативные экскурсии у нас также есть для тех, кто уже посмотрел основную экскурсию, может быть, это турист, который уже много-много раз был в том или ином городе. И также мы предлагаем дополнительные экскурсии за дополнительные денежные средства. И все для отдыха с детьми. С детьми занимаются это какие-то детские часы, детские мастер-классы на больших наших теплоходах, об этом я чуть позже скажу, но сейчас также отмечу, что будут детские клубы. На этом слайде я хочу отметить, что единые стандарты сервиса со звездой инфофлота, что трехразовое питание, экскурсии включены, распространяются на все теплоходы, кроме теплохода Солнечный город. Теплоход Солнечный город у нас выделен в отдельный проект, дочерний проект, за счет того, что круизный пакет может сформировать сам турист. Что это значит? Можно выбрать питание трехразовое или двухразовое, и экскурсионную программу можно забронировать сразу, или же повременить, купить на теплоходе или через какое-то время, потому что многим туристам удобнее купить круизную программу, а далее уже экскурсионную программу, расширить свой отдых и экскурсионную. Переходим к тому, что мы, опять же, вот коллеги сказали, что мы развиваемся, это действительно так, и в 2018 году предлагаем также новинки в сервисе. Все знают, что в России у нас будет чемпионат мира по футболу, мы думаем, что любителей футбола на наших теплоходах будет достаточно, чтобы у них не было сомнений идти в круиз или не идти. Мы организуем на всех теплоходах фан-зону, чтобы ни один матч не был пропущен. Бутилированная вода в день отправления. Это новинка, такого у нас не было. С этого года в день отправления в каждой каюте будет стоять негазированная бутилированная вода. Пледы в каютах это тоже новинка, это так вот по вечерам можно будет посидеть на палубе и любоваться видами. Кофе-машина будет присутствовать во всех каютах полу-люкс и люкс. Стандартные каюты в этом не участвуют, но вот если туристы ваши выбирают полу-люксы и люксы, то кофе-машина в каюте будет стоять. Одна чашка будет бесплатна. Мини-бар также будет в полу-люксовых и люксовых каютах и конечно же тематические ужины европейской кухни. Различные вариации будут, поэтому я думаю вашим туристам понравится. И сейчас мы с вами подробнее разберем наши новинки, наши флагманы 2018 года. Начнем с одного из первых, вернее он был первым в 2017 году первым приобретением четырех палубный теплоход 302 проекта. В принципе классический 302 проект, но он будет модернизирован. Модернизация коснется четвертой шипочной палубы. Там не будет стандартных кают, там каюты будут полу-люксовые. Вот здесь у нас более подробно написано 24 каюты полу-люкс. Вместимость разная, вы можете посмотреть у нас на сайте, в том числе 20 кают с балконами. Если кто продавал каюты полу-люксы на теплоход Дмитрий Фурманов, вы наверняка помните, что там 4 каюты полу-люксовые, они полностью новые. Сейчас у нас на сайте конечно фотографий данных кают нет, но если будет такой вопрос от туристов, смело можете открыть полу-люксовые каюты на Фурманове, будет примерно так же, а может даже лучше. И еще раз повторяюсь, теплоходы, полу-люксовые каюты, 20 из них с балконами, индивидуальные балконы. Теплоход у нас называется Лебединое озеро, название говорит само за себя, поэтому на теплоходе будет своя такая театральная жизнь, но это будет не навязчиво для того, чтобы те туристы, которые не интересуются театром, не чувствовали себя не в своей тарелке. Основные какие-то мероприятия, они у нас с вами остаются в теплоходе, но будет театр на борту, в 3-4 дня будут театральные постановки, там будет труппа. Теплоход, опять же, до Лебединое озера, такая театральная тематика будет присутствовать везде, особенно это касается общественных каких-то мест, например, два бара флоте, театральный буфет, рестораны также будут называться по театральному Одетто и Адилия, кофейня Либретто с широким ассортиментом кофе и выпечки, это уже хороший пример, который перешел из теплохода Дмитрия Фурманов. В теплоходе Дмитрия Фурманов хорошо себя зарекомендовала кофейня, поэтому на всех наших трехпалубных теплоходах будет кофейня. И опять же, если мы вернемся к теплоходу Дмитрия Фурманов, то мы помним, что на нем есть детская комната. С восемнадцатого года, со следующей навигации на четырехпалубных теплоходах появится детский клуб. Они будут называться по-разному в зависимости от теплохода, например, на теплоходе Лебединое озеро клуб будет называться «Маленький лебедь». Чем примечателен опять же теплоход Лебединое озеро для туристов, что может привлечь туристов, особенно туристов с детьми. Акция «Материнский капитал». При оплате двух основных мест один или два ребенка на дополнительном месте путешествуют бесплатно. В этой акции участвуют вот те каюты полулюксы, которые у нас будут на шлепочной палубе. Каюты на средней палубе с дополнительными местами можете смело подогать своим туристам с детьми, если у них возникает вопрос брать ребенка с собой или не брать. Конечно же, надо брать, так как круиз это семейный отдых в том числе. Если мы будем говорить об отдыхе с детьми, также хочется отметить теплоход «Солнечный город». «Солнечный город» опять же здесь не буду переводить на другой слайд. На теплоходе «Солнечный город» также действует такая акция «Дети бесплатно». Также при оплате двух основных мест, дополнительные места на одного или два ребенка уже будут бесплатные. При бронировании уточняйте прописанные категории кают, на которые данная акция распространяется. Приходим к маршруту теплоход «Лебединое озеро». Где же он ходит? Какое же направление при выборе маршрутов на данный теплоход долго не думали, поставили его на теплоход, ой, прошу прощения, на линию Москва-Санкт-Петербург и круиза по Верхнему по Волжью. Почему выбор пал именно на эти направления? потому что это раскрученные маршруты, это беспроигрышные варианты и хочется показать большему и большему количеству туристов, чтобы знали, что данный теплоход представляет собой. На по Верхнему по Волжью круизы до Плёса и между Москвой и Санкт-Петербургом, Москва-Санкт-Петербург-Москва в одну сторону или в другую. Также есть на данном теплоходе рейс Осенник с особенной программой. Рейс будет из Санкт-Петербурга от Москвы. Далее мы с вами переходим еще к одному нашему новому проекту, нашему новому теплоходу. Теплоход Лунная Соната. Лебединое озеро мы с вами уже разобрали, поняли, что данный теплоход такой более театральный и когда у нас появился следующий теплоход такого же проекта 302-го, принято было решение определенным интересным способом выделить его как музыкальный теплоход. Лунная Соната. Если вы обратите внимание, то на борте прямо нотки будут прописаны из великого произведения. Теплоход, как я уже сказала, 302-го проекта, он не будет сильно модернизироваться, как теплоход Лунная лебединое озеро. Единственное, также на этом теплоходе появятся каюты на средней палубе с дополнительным местом, так как по запросу туристов очень много семейных, там, бабушки с внуками едут, и бывало иногда не очень удобно размещать их в двух каютах, поэтому на данном теплоходе также будет несколько кают с дополнительными местами на средней палубе. Обратите внимание, что здесь такой значочек присутствует 5% скидка раннего бронирования. Действительно, на всех других наших теплоходах сезонная скидка уже прошла, на теплоходе Лунная Соната мы еще можем успеть ухватить круиз сезонной скидкой до 31 марта скидка работает при полной оплате. Что же есть на теплоходе? Музыкальные нотки будут присутствовать на теплоходе, также намеки будут на музыкальную сферу, но опять же это будет ненавязчиво для того, чтобы туристы, которые не хотят, не увлекаются классической музыкой, не передумали идти в круиз. Музыкальный бутик, место для прослушивания коллекционной музыки в наушниках, очень интересно, можно будет послушать, где-то что-то даже приобрести. Концерты классической музыки, где панорамный бар, там будут проводиться концерты и также в мюзик-холе. Мюзик-хол это наш привычный для нас конференц-зал на данном теплоходе будет называться мюзик-хол. Также будут ставиться мюзиклы, какие-то интересные постановки доступны будут на теплоходе лунная соната. Профессиональное караоке, мастер-классы по вокалу, игре на гитаре и ударных. Вот на этом теплоходе уж точно не будет свободного времени, опять же кто хочет, мастер-класс на мастер-классе, самоделки на ней отменяется, также будет, но еще бонусом к приятным плюсам будут мастер-классы по вокалу и игре на различных инструментах. Возвращаясь для примера теплоход Дмитрий Фурманов, на солнечной палубе на Фурманове стоят ростовые шахматы. На теплоходе лунная соната в этом месте будет мини-гольф. Кто любит данный вид спорта может размяться пока теплоход идет от одной стоянки к другой, а кто не умеет, то может попробовать себя в этом виде спорта. И опять же перехожу к детскому клубу бремен 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 музыканты. На всех наших четырех палубных теплоходах это Дмитрий Фурманов, Лебединое озеро, Лунная соната, детский клуб будет располагаться на главной палубе. Поэтому детям будет чем заняться. И конечно же разберем маршруты. Маршруты Лунная соната у нас будет работать на северо-западе, совершать круизы по Карелии, острова Ладожского и Мирского озера будут доступны на данном теплоходе. Классика это Кижи и Валаам. И в восемнадцатом году новая стоянка Старая Ладога. Маршруты по Карелии не будут повторяться. Если шестидневные круизы, то в одном варианте одна стоянка, а во втором варианте к примеру Старая Ладога. Поэтому данный вариант очень-очень привлекательный для ваших туристов. Что хочется отметить по нашим теплоходам, которые останавливаются у нас и ходят в сторону Санкт-Петербурга и отправляются из Санкт-Петербурга. Все наши теплоходы созвездия инфофлота стоят на речном вокзале, что очень удобно для туристов. транспортная доступность. Не нужно подгадывать время трансферов, шаттлов до других остановок, до других причалов, как утки называются, леной причал. Наши теплоходы будут стоять на речном вокзале. Это станция метро Пролетарская. Вышли минут пять неспешной ходьбы, и ваши туристы уже будут на речном вокзале, будут уже на теплоходе. Переходим мы с вами к нашим теплоходам, по которым мы являемся генеральными агентами. Я уже говорила, что много операторов, множество операторов доверяют продажу своих круизов именно нам. Больше много-много лет мы сотрудничаем с теплоходом Александр Невский. Это Юг России, Самара, Болгоград, Ростов-на-Дону, космонавт Гагарин. Это круизы из Ярославля и из Нижнего Новгорода. Две столицы. Две столицы, если кто давным-давно продает, у кого есть опыт продажи круизов на данном теплоходе, то вы помните, что он совершал круизы между Москвой и Сан-Петербургом. В 2018 году круизы между двумя столицами конечно же останутся, но в мае у него будут рейсы в Казань. Таким образом, две столицы теплоход будет совершать круизы по трем столицам, можно даже так сказать. С прошлого года успешно сотрудничаем с оператором по теплоходу Илья Муромец на линии Москва-Казань-Москва. Можно приобрести круизы как из Москвы на полный круг Москва-Казань-Москва, так и из Казани Казань-Москва-Казань, так же и половинки, то есть из Москвы в Казань и из Казани в Москву. Теплоход Родная Русь также успешный проект, совершают круизы из Нижнего Новгорода, Ярославля, Перми, Казани. Разные варианты кают, разные вариации, поэтому можете смело предлагать. Валамский экспромт. Это однодневные туры на Валаам. Для тех, у кого не хватает времени, к примеру, на трехдневный круиз, хочет одним днем посмотреть Валаам, то, пожалуйста, Валамский экспромт из Приозерска до Валаама. И два теплохода со знаком Нью. у нас два новых генеральных проекта в генеральном агенте. Это теплоход Капитан Пушкарев и теплоход Цезарь. Теплоход Цезарь будет совершать круизы на линии Москва-Астрахань-Москва. Это единственный комфортабельный теплоход, который будет ходить на этой линии. Можно купить круизы не только из Москвы и Астрахани, но и по городам следования. На нашем сайте можно увидеть и посмотреть все рейсы, которые вас интересуют, города отправления там тоже указаны. Перейдем к нашему следующему новому проекту это капитан Пушкарев. Он более региональный такой проект. Будет совершать круизы из Нижнего Новгорода, из Ярославля, из Самары и Казани. Также, если будут запросы ваших туристов, предлагаю. И вы спросите, почему инфофлот, в чем же секреты? Секреты простые, всем известны, что сотрудничество с инфофлотом это удобно, быстро и выгодно, потому что у нас самая большая база речных морских круизов по всему миру. Личный кабинет онлайн, в вашем личном кабинете очень много информации по работе этой финансовой гарантии это я уже говорила повышенная комиссия также в личном кабинете отображаются акции какие у нас бывают ну и конечно же сам личный кабинет как в котором будут все ваши заявки. Выгодная комиссия комиссия у нас еще раз повторяюсь от 10 процентов на несколько рейсов у нас уже есть повышенная комиссия это Василий Чапаев плюс Василий Чапаев первый рейс с 30 апреля плюс 26 рейсов которые будут у вас в личном кабинете освещены перечень можете посмотреть через какое-то время при бронировании с 6 февраля по 20 февраля на новое бронирование мы предлагаем своим агентам не только не просто продавать круизы но и стараемся помочь в продвижении партнерская программа Riverlines в рамках этой программы мы предлагаем вам поисковую систему вся наша база которая есть в системе инфофлота при установке поисковой систему окажется на вашем сайте это очень удобно когда турист самостоятельный турист начинает искать для себя что-то новое в качестве отдыха если это все на вашем сайте то уже небольшая победа дальше больше промо сайты промо сайты мы тоже предлагаем рекламные материалы рекламные материалы у нас это листовочки это баннеры это каталоги и один из видов рекламных материалов я бы назвала это рекламные круизы рекламные туры они у нас также появятся в ближайшее время можно будет посмотреть их в программе Riverlines отдельная вкладка рекламные круизы дни открытых дверей мы также проводим в навигацию когда теплоходы будут в ваших городах в Москве в больших круизных центрах это всегда летом проводится поэтому обращайте внимание на наши рассылки мы заранее всегда предупреждаем наших агентов что в том или ином городе будет день открытых дверей и обучающие программы обучающие программы это вот вебинары выездные семинары сейчас в феврале марте мы со своими коллегами в Москве в московских и в регионах проводим выездные обучающие бесплатные семинары перечень семинаров у нас также выложен во вкладке семинары и вебинары на риверлайнсе но и опять же обращайте внимание на нашу рассылку индивидуальное обучение практикуем семинары под определенное какое-то агентство если у вас если вы чувствуете что вы мало знаете круизы если у вас не хватает каких-то знаний в том или ином направлении смело можете обращаться ко мне к моим коллегам мы попробуем не то что попробуем мы вам организуем эти индивидуальные семинары чтобы у вас было представление о круизах о наших теплоходах поэтому пишите мы будем всегда рады на этом я бы остановилась поэтому уважаемые коллеги круизы это выгодно круизы это удобно одним кликом и одним нажатием практически можно сделать туристы счастливыми мы этим занимаемся уже 15 лет и по сотрудничеству обращайтесь по телефону 8 800 175 10 нам можете писать на агент собак инфофлот точка ком или в любой удобный для вас офис в регионах мы представлены в Санкт-Петербурге в Москве в Нижнем Новгороде в Казани в Ростове в Самаре в Перми в Екатеринбурге поэтому выбор огромный обращайтесь мы всегда будем рады помочь вам ваш успех это наш успех коллеги поэтому продавайте круизы 7 фото в подкинем как говорится и успехов вам хочется сказать что на этом вебинаре серия наших вебинаров по круизам не заканчивается 9 февраля это в пятницу будет вебинар посвященный круизам по всему речным круизам по всему миру в том числе и нашим операторскому продукту на теплоходе круиза на теплоходе Бележур не пропустите регистрируйтесь и в 11 утра будем рады встрече с вами если у вас есть вопросы я сейчас готова ответить так мой коллега тут я смотрю вам уже отвечает так по детям так если я что-то пропустила коллеги можете написать еще раз если на что-то Денис не ответил спасибо вам коллеги спасибо за внимание и успехов вам еще раз у нас будут выездные семинары приходите будем рассказывать знакомиться с круизами и продавать круизы зарабатывать на этом всего доброго по вопросам опять же повторяюсь на агент собак инфосладку если кто-то знает конкретные контактные лица тоже сможем смело можете писать всего вам доброго и успехов три verso ш� Продолжение следует...